здравствуйте дорогие любителей настольных плиток вот такой плитку вот купил буду сейчас делать обзор это плитка и витёк модель vt 3 700 r ни хера себе название бы кому-то для космического корабля какого-то будет так чё чё тут все где на русском защита от перегрева комфорт к диаметром 155 миллиметров плавная регулировка температуры максимальная мощь на самом деле 1000 ватт это очень мало для плиток для чайников там накрывательных там всяких элементов и прочим так 77 этапов контроля качества контроль качества на всех этапах производства так и все было уже сделано в китае открываю чек кстати куплено на ваша не а вот и сама клип плитке вот она немножко подшутил тут над вами немножко разыграть я его честно говоря уже распаковал но я еще правда не включал честно говорю я не включал принципе она так вот конструкция такая изящно выглядит она сделана так принцип приятненько вот бывать такие спиральные плитки они там все извиняем гудят там всякие ты там они легкие очень такие все пушевенькие это как-то вот такая более то ли массивная тяжелее так изящно сделано на вид она чуть-чуть по качестве чем тут вот спиральные ну пиши подороже как она будет греть ну блин ясно хер что от 1000 ватт многого ждать не нужно ну так она вообще внешне на ощупь потяжелеть так принципе приятная так хорошо стоит там не шатается ничего еще вот свой волшебный секундомер я думаю вы мне поверите если я нажму на паузу вот я про не включал не знаю вдруг она не рабочая сейчас попробую нагреть вот эту жалкую половину кастрюли воды и проверить сколько она там греет для начала еще просто включу пока ничего не происходит шелкнула и лампочка загорелась еще одну на коробочке не показал здесь вот написано отключилась покажу то же самое там вот этот диаметр там этой там то 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 и есть такая надпись световой индикатор работает это тоже это просто нечто просто чудо-совершенство противоскользящие прорезиненные ножки блин у каких мы тактик световых индикаторов ну блин так пишут как будто это вообще шедевр просто блин техники и подметом цифровая там индикация там понимают можно что-то гордиться нагрев пошел батареи продают даже шарте греет и там сейчас чуть пройдет время прогреется пока нажму на паузу прошло полторы минуты но конечно блин а данный момент нагрев у не смешной конечно но чтобы то есть был более актуальный я все-таки решил поставить вот и посмотреть сколько там включаем секундомер ну полторы минуты уже прошло с тех пор какие поставил включил погода особо не сделает просто посмотрим я еще не пользовался вот честно говорю не пользовался этой плиткой вот сейчас только включил и в первый раз ну заранее могу сказать что ждать от нее какого-то там быстрого нагрева вообще не стоит она мощность 1000 ватт есть для плиты нормальной мощности как минимум 3000 ватт вот естественно вода здесь не будет бурлить вот так вот прям кипеть прям как вот изберегаться как вулкан вода будет так чуть-чуть там что-то пузырится там это пройдет но минимум минут десять я так думаю по крайней мере сейчас убудимся в этом или не убудимся но в общем сейчас секундомер пошел сейчас вот посмотрим сколько это все будет кипеть по времени маленькая заметка прошло вот три минуты внутри 20 вот и такой запах пошел ну первое включение она там видимо в каком-то заводском масле такой какой-то пошел какой-то запах такой не то чтобы ядовитый но такой специфический ну кстати уже кочегарит уже хорошо кочегарит ну вода даже чуть тепленько уже стал ждем не знаю видно не видно какие-то задымления начались какие-то там вспышки какие-то звуки пушки такие звуки меня уже задымлен не виду прошло пять минут 30 секунд водичку же такая но блин даже мыться уже такой будет жарко уже горячей той которую можно в подкрылок плитка были так раз на накалилась были надеюсь не расплавится может ее закалить раскалилась воды вот так будет каленый металл 8 минут прошло уже дымок идет после пар испарения то пузырьки появились принципе но думаю как я сказал через пару минут это закипит 9 минут и типа это отключается типа она такая блатная типа там нагрелась опять включился типа такая там я нагрелась мне больше не надо типа блин ну ка баррид конечно мы по тысячу ватт как будто на пипец там нагревает перегревает типом ну вот ты мог не испарение идут вот эти пузырики есть блин ну даже десяти минут недостаточно чтобы скипела вода блин сколько она должна кипеть хер его знает я просто этот последнее время тут на газу это газу готовил это бы стеклокерамике они конечно блин быстро кочегарит быстро это я таймер не засекал не знаю сколько там минут надо здесь вот жалкий пол кастрюльки пока еще не кипят в принципе так может быть даже лучше чем я думал все происходит чтобы это принципы кочегарит и кочегарит пусть нормально подождем еще что ли время 10 минут уже вот так вот чайку попить захотел на 10 минут прождать пока все сгибнет конечно пущение купить блин нету нужного для других целей хотя какая вам вам на вас наверно не волнует для чего это не сушно на рассмотрим потому что сами интересуетесь но я все равно вам скажу раз вы открыли мое видео я хочу там кофе там турку там для турки кофе на ней сварить там или там баловаться с парафином там на водяной бане парафин там это переплавлять в общем херню всякой заниматься не для серьезной готовки а вот так чисто херню пострадать когда на кухне идти чтобы он в комнате посмотрел там этот фильм включил это быстренько там что-то сделал там ну или быстренько кофе там сделал там же распил его за фильм либо парафин наплавить херню страдает и минут сорок там ведь когда занимаешься бы на кухне этим скучно заниматься по для комнаты простите что я вам рассказал 13 минут на уже близко к закипанию я еще кое-что к этому сказать тоже извините за это херню всякую несу короче это она стоит на данный момент не знаю сколько лет пройдет в сети будет висеть пока его не забанят вот на данный момент она стоит 1000 рублей символически такое совпадение что на 1000 ватт 1000 рублей получается 1 ватт 1 рубль я кстати думал насчет таких есть стеклокерамики всякие там это чуть подороже ну как сказать чуть там в полтора там в два раза дороже они из такая прикольная стеклокерамика сейчас покажу даже фотку вот она вот такая вот она прикольная я почему говорю прикольные не просто ее там на картинку увидел я в днс зашел пощупал ее посмотрел попросил заставил продавца включить он говорил она типа индукционная там это вы не сможете проверить вам нужна будет сковородка такая индукционная чайник включил просто включила начала сразу покраснел человек греться он у у меня кустонутом она это говорит короче блин придурки ну короче я уже почти даже захотел купить она принципе до этого там счету какую-то galaxy там проверили она шумела блин пипец там блин шумела и пищала там не хотела включаться потому что это индукционный нужно было как раз к ней кастрюле она при этом у нее кулер жужжал но и сам все кнопки все в ширине кого это все так приличненько и вот ручки есть там например там что-то там в кустарных условиях там загрел бы готовил поднял там убрал ее вот но одну но то что в отзывах там но я положительные отзывы не читаю я не вижу у них смысла я читаю только отрицательные отзывы там вот написано там одного стекло треснуло там чуть ли там не на второе включение там другого там через месяц треснул очень все трескается кто-то там по гарантии несет меняет ну конечно же больше было позитивных отзывов но я все-таки побоялся там что маленькая турка там что он может треснуть там из-за этого там стекло побоялся брать так она как бы греет моментально но подороже конечно можно с расширенной гарантии купить ее ну что-то я блин не решился надо по размеру побольше это все-таки бы компактней такая короче штука там ну что тут еще вот это прикольно то что здесь это мощность кнопочками меняется таймер отключения есть выключаешь там кулер продолжает работать и кто-то пишет там писали что даже с этим с кулером остужения там она нифига нет долго остывает но блин ну что-то я не решился короче это все-таки маленькая этого его в коробочку там переезда пишу кстати 17 минут прошло и до сих пор блин она все так же дымится ни хера не кипит ну возможно ты предел уже просто температурный а хотя вон пузырьки там чуть-чуть может уже считать кипением блин градусник вставить вообще даже краснеть даже перестала и отключается ни хера себе блин блин я другого и не ожидал не там блин нужна температура вот только не знаю блин получится блин на ней кофе делать раз такая фигня блин раз она так ну только блин она же это у нас же медная в принципе быстро там маленькая должно все получится там тем более и надо доводить даже до кипения кофе а парафин там 70 градусов